видео поедание воробьями сыра в гипермаркете размещенные накануне в паблике вконтакте типичный екатеринбург вызвала неожиданную реакцию у горожан вместо ожидаемого возмущения екатеринбург с один за другим стали умиляться этим зрелищем автор видео дмитрий савин сообщил что стал свидетелем налета воробьиной стаи на сырную витрину в гипермаркете окей находящимся в торговом центре радуга парк на улице репина в екатеринбурге так вот откуда в сыре дырочки поделилась своей догадкой одна из подписчиц ну хоть кому-то нынешний сыр нравится констатирует другой подписчик если бы я была воробушком я обжила в этом отделе обожаю сыр делится своей фантазии третий екатеринбурженка тот случай когда воробьи обедают лучше тебя подтверждает ее мысль не акта дмитрий работница этого торгового центра рассказала что наблюдает такую картину ежедневно причем воробьи одним сыром свое меню не ограничивают ранним утром пока посетителей в гипермаркете еще нет стая птиц снимает пробу и в хлебном отделе и в колбасном замороженные овощи продающиеся на развес им также по вкусу при этом работница трц ни разу не видела чтобы сотрудники магазина снимали с продажи поклеванные птицами продуктами сама она тоже философски относится к увиденному не зря же эти птицы получили такое название вора бей между тем специалисты по языкознанию называют происхождение имени этой птицы от слова вор ошибочным во всех славянских языках она зовется созвучно и однокоренными словами к воробью являются не вор воровать а ворковать ворчать происходящее в свою очередь от звукоряда напоминающая голоса этих птиц